В этих бонусных уроках мы с вами будем создавать механизм динамического изменения времени суток. То есть с вами у нас будет плавно меняться день и ночь. Также мы с вами еще сделаем луны, лунные фазы. В общем, сделаем на самом-то деле много чего. Ну и постараемся, чтобы это все было покрасивее. А конечно, на самом-то деле, программирование и красота это две совершенно параллельные вещи, которые на самом-то деле создаются, настраиваются параллельно друг от друга. Поэтому то, что касается в целом визуала, мы с вами будем использовать уже в рамках тех возможностей, которые уже имеют встроенный в сам движок. Та же там, например, sky atmosphere, которая очень так хорошо преломляет свет на рассвете и на закате. Это тоже мы с вами будем использовать уже по сути готовы. То есть мы не будем с вами создавать свой какой-то механизм преломления. Также, например, мы не будем с вами пытаться создавать свои собственные облака, например. То есть мы возьмем по сути то, что уже имеется в движке. Я покажу вам, где это можно достать там. То есть какие-то такие вот вещи визуальные мы, конечно, с вами возьмем из движка. Но в реальных проектах, конечно, по-хорошему нужно нанимать там отдельного специалиста, отдельного человека, либо целого даже отдела уже этим заниматься, который уже будет непосредственно заниматься, например, созданием собственных облаков, собственных там, я не знаю, каких-то туч, то есть какие-то возможности. Это все, в общем-то, уже за рамками данного раздела. То есть мы с вами занимаемся только программированием здесь. И я думаю, что вполне вам понравится то, что мы с вами создали. Потому что, в принципе, в Unreal то, что уже готово, оно, в принципе, тоже красивое. Итак, жмем Next. Я выбираю абсолютно чистый проект. Стартер контент я, пожалуй, тоже брать не буду. Выберу здесь только папку, вот эту вот. И укажу здесь бонус DayNightSystem. Это будет такое название проекта. Собственно, все. Создаем проект. Собственно, вот мы с вами все создали. А теперь давайте приступать уже к разработке. Значит, дадим папке контент, новую папку. Назову ее DateNightSystem. Так, я тут уменьшу чуть-чуть. Значит, дальше здесь. В чем вообще будем заниматься в данном уроке? Мы с вами будем заниматься созданием механизма изменения времени. То есть в целом ничего особенного. В плане визуала мы вообще с вами делать ничего не будем. Сейчас мы с вами занимаемся только чистым прям программированием. И давайте с вами будем уже приступать. Значит, встаем в Blueprint класс. Эктор. Назову я его BPDayNightSystem. Это будет основной наш с вами класс. Кстати говоря, тут, наверное, для карты стоит отдельную папочку создать. Вот здесь вот. Maps. Ну и сохранить эту карту. Подсоединяем в Maps. Назовем ее Main. Ну это так. Теперь, значит, здесь. Пока что-то все мы, наверное, удалим. И подумаем, как вообще можно отслеживать время. Значит, очевидно, что напрашивается какая-то переменная, которая это время в себе содержит. Я предполагаю, что удобнее всего будет работать с переменной типа float. Вот. Вопрос лишь в том, а что мы будем в этом float содержать. То ли часы, то ли секунды, то ли минуты, да, то ли дни, там, я не знаю, еще что-то. Так вот, я думаю, что самый оптимальный вариант в переменной time хранить именно секунды. То есть, по сути, с определенной периодичностью мы с вами будем данную переменную time увеличивать каждый раз на какое-то значение. Также нам, очевидно, потребуется еще и скорость. То есть, скорость изменения времени. В общем, скорость я сделаю, кстати, так удобно. То есть, по сути, если мы, например, поставим значение единичка, это означает, что одной секунде реального времени будет соответствовать одной секунде игрового времени. Если я поставлю скорость 5, значит, у меня будет течь время в 5 раз быстрее. И означает, что за одну секунду реального времени пройдет 5 секунд игровых. Это вот переменная speed. Значит, очевидно, time я не хочу, чтобы был, в принципе, доступен где-либо, поэтому я делаю private, ставлю категорию system, пусть называется. А speed это чисто такая уже настроечка, поэтому я, пожалуй, назову категорию config. Она будет, разумеется, открытой для того, чтобы level designer мог без проблем ее настраивать. Давайте с вами мы этот объект пока что вытащим на сцену. Также, я думаю, стоит, чтобы его было легко найти, добавить такой компонент, как billboard. Ну, это просто такой вот спрайтик, такая картиночка. Ее можно поменять на другую любую картинку, какую вы хотите. Ну, просто так вот как-то удобно будет находить. Вот, если говоря, можно ее увеличить, но мы это делать не будем. Так, значит, теперь следующая задача. В принципе, у нас с вами есть уже переменная для времени, где мы будем хранить скорость. И наша с вами цель теперь вот эту вот переменную time увеличивать каждый какой-то промежуток времени. Значит, давайте. Очевидно, что мы с вами будем увеличивать через timer. То есть, можно, конечно, через stick, но tick это, сами понимаете, неправильный подход. И на самом начале мы, в принципе, сразу с вами ставим set timer by event. Я думаю, что мы с вами будем менять время в функции change time. И здесь давайте мы create event. И этот change time мы здесь с вами выберем. Разумеется, зациклено у нас все это дело будет, само собой. Но возникает вопрос. А как часто ее запускать? Значит, смотрите. Главная вообще задача, чтобы у нас с вами не было никаких рывков. То есть, если, например, у нас с вами будет скорость, например, там тысяча, то тогда у нас с вами получится, что если мы будем запускать слишком редко функцию, допустим, раз в секунду, то фактически она будет запускаться, и у вас каждый раз время будет увеличиваться. Ну, получается, если тысяча, то это, наверное, там минут, ну, около 20 минут, пусть это будет, примерно 20 минут. То есть, у вас за одну секунду будет раз, и 20 минут прошло. И когда вы будете видеть, как у вас двигается, например, солнце, у вас солнце, например, было тут, а потом через какую-то, через одну секунду, бац, оно оказалось вот здесь. То есть, будут такие вот рывки. И вот так она будет постепенно-постепенно двигаться. То есть, это будет двигаться с рывками. Если же вы поставите, например, какое-то такое время, да, например, одну сотую, тогда у вас рывков не будет, потому что у вас будет все время, все время обновляться. Но тогда будет другая проблема. Если, например, время у вас ускорено не тысячу раз, а, например, вот оно вообще равно вот такому, например, оно равно реальному времени, да, стоит speed на единице. Тогда у вас получится, что да, так же будет все плавно, но это будет излишняя нагрузка на процессор, потому что фактически таймер запускается слишком часто. Здесь совершенно не требуется такая вот частота. То есть когда у вас время реальное, даже каждую секунду, в принципе, запускать это расточительно. То есть даже каждую секунду, то есть если вот так поставлю, это слишком-слишком часто при такой скорости. То есть для 1000 единицы это слишком редко, нужно тут ставить где-то 1 сотую секунду, чтобы было все плавно. А вот для скорости в единицу ну это слишком-слишком часто. То есть понимать, один и тот же параметр, на зависимости от скорости, должен быть какой-то другой. Поэтому я думаю, что стоит сделать следующее. Создать специальную функцию getTimerRate. И она будет у нас pure функцией. Также я, наверное, сделаю ее public. Почему? Потому что данная функция может быть использована и в в каком-то другом месте. То есть, например, если у вас персонажи там живут по времени суток, допустим, он должен там в 10 вечера пойти спать, примерно, да? Какой-то там NPC. Тогда, соответственно, вы получаете доступ к этому BP Day Night System и смотрите, как сейчас запускает таймер. То есть, по сути, он же ведь не знает, когда будет 10 часов. Поэтому он должен время от времени опрашивать вот это вот текущее время. Но как часто? Вот как раз благодаря getTimerRate он будет знать, что нужно, например, опрашивать текущее время, например, каждую секунду. Или там каждую десятую секунду. Или там или раз в 10 секунд. Достаточно опрашивать, если время не очень быстро идет. То есть, это getTimerRate. Он вполне может быть полезен. Поэтому я, пожалуй, отправлю его в сервис. Ну, или, наверное, даже лучше я переименую в info. Информация какая-то. Вот. И, собственно, этот getTimerRate у нас должен будет возвращать timerRate. Ну и тип float. Теперь этот timerRate мы сюда вот подставляем. Ну и, собственно, вот у нас будет все хорошо работать. Осталось лишь разобраться, а как часто запускать. Ну, в принципе, я для себя уже решил, что я буду делать следующим образом. То есть, я буду делить какую-то константу. Ну, например, там, отлично, конечно, от нуля. Какую-то константу на вот эту скорость. То есть, чем выше скорость, тем чаще будет запускаться этот таймер. Вот эту константу, в принципе, стоит подобрать. Единица эта достаточно жирно. Это очень-очень хорошо у вас все будет. То есть, очень все плавно. Возможно, я, опять же, как вы хотите, но, возможно, стоит сделать, например, 10. В принципе, я тестировал и при 10. Тоже все смотрится достаточно плавненько. Вроде никаких рывков при любой скорости я не замечал. Вот. И в 10 это будет лучше. Значит, у вас таймеры будут запускаться в 10 раз реже. И это, на самом-то деле, будет гораздо лучше. Ну, в принципе, я поставлюсь единицу. Просто знаете, что вот этот параметр можно вполне тут поменять на более большой. и тоже будет все хорошо. Значит, здесь, в принципе, казалось бы, все хорошо, но есть один нюанс. Дело в том, что скорость будет очень-очень большой. Например, опять же, вот такая тысяча, то у нас с вами получится 1 делить на 1000 1 тысяча секунды. Так часто таймер запускаться не сможет чисто физически, потому что у нас с вами даже нет банально 1000 FPS. То есть, для того, чтобы таймер запускался каждой тысячной секунды, нужно, чтобы FPS был 1000. Поэтому вот этот вот параметр getTimerRate нужно обязательно ограничить. И, по сути, я выбираю максимальное. То есть, либо вот это вот, либо максимально 1 сотая. Это максимальная частота таймера. То есть, если у нас тут получится 1 тысячная, то выберется все равно вот этот вот 1 сотая. Можно даже сделать чуть-чуть там, допустим, какой-нибудь там 2, 3 сотых, 5 сотых, да, чтобы еще меньше была нагрузка. Но, в целом, такая вот система вполне рабочая. Даже вот так. То есть, в целом, да, здесь можно увеличить. Здесь также можно чуть-чуть увеличить. Но это все, это вот реально вот больше, то есть, еще чаще таймер запускать просто-напросто. Нет вообще никакого смысла. Все максимально плавно вот в данной вот ситуации. Если вы поставите тут 10, тут поставите, например, 5 сотых, тоже будет все достаточно плавно. Я, по крайней мере, так визуально никаких рывков не видел. Но вы настройте для себя, как вы хотите. То есть, веро, сами разобрались с getTimerRate. Теперь идем в функцию changeTime. Это у нас функция будет private. Я ее сделаю в категории system. Здесь вполне очевидно, нам нужно изменить это время. Как изменить? Ну, очевидно, какому-то текущему времени прибавить какое-то другое значение, пока мы не знаем, какое. И дальше, соответственно, записать уже снова обратно в time. То есть, эта вот вещь, в принципе, она очень очевидная. Вот это вот. То есть, мы меняем время. Опрос только в том, сколько прибавлять. И вот это, на самом-то деле, зависит от этой скорости и от этого getTimerRate. То есть, на самом деле, я уже знаю, что просто делать. Сейчас я буду вам объяснять, почему это именно так. То есть, вот таким вот образом. Почему нужно именно вот так вот сделать? Потому что у нас, если будет, например, вот speed равняется 10, давайте я буду это писать, тогда timerRate, но с помощью функции мы с вами помним, там у нас 1 делить на скорость, получается 1 десятая. Таким образом, мы частотой 1 десятая запускаем вот эту вот функцию changeTime и дальше мы 10 умножаем на 0,1, прибавляем, по сути, тут идет у нас единичка. То есть, в каждую десятую долю секунды мы прибавляем единицу. И таким образом, ровно за секунду у нас прибавится 1 секунда. Ой, прибавится уже 10 секунд. То есть, когда секунда пройдет, мы уже 10 раз прибавим по одному и, по сути, у нас игровое время увеличится на 10 секунд. То есть, 1 секунда реального времени прибавит 10 секунд виртуального времени. Поэтому вот это вот умножение достаточно важно и нужно учитывать его. Так, вот таким вот образом. Значит, теперь следующий момент, касающийся уже настройки времени на сцене. Сейчас у нас с вами пока что ничего этого нету. Переменная тайм у нас закрыта. А как левел дизайнеру выставить здесь, в принципе, какое время будет в начале игры. То есть, скорость он может здесь менять без проблем. Если проблем у нас нету. Кстати говоря, давайте мы скорость тут ограничим, чтобы он не мог поставить время отрицательное. То есть, 0 это еще ладно. Да, просто время как бы остановится. Но чтобы отрицательное он не мог поставить. То есть, мы с вами вот так видим, все, уже не может дизайнер поставить отрицательное время. Это хорошо. Но теперь нужно еще указать ему и другие параметры. Это день, часы, минуты, секунды. Для этого создаем еще параметры. Day. Это у нас будет, разумеется, тип Integer. Дальше Hour. Дальше Minute. И Second. Значит, Денюс, получается, должен быть строго от нуля. Аур у нас должен быть от нуля до 23. Это понятно, да? Минута должна быть у нас от нуля до 59. Тут тоже 59. Ну и секунды тоже самое. От нуля до 59. Все переменные должны быть открытыми. Обязательно. Ну и теперь дизайнер их сможет здесь без проблем устанавливать. То есть, какие хочет значения, ну, в рамках тех ограничений, которые мы установили. Также очевидно, что хотелось бы, что когда у нас такой дизайнер делает, очевидно, эти параметры должны как-то влиять на переменную Time. То есть, если стоит, например, там какой-то первый день, да, например, на какое-то время, 59 и так далее, я хочу, чтобы при этом у нас менялась и так же переменная Time, что вполне, в общем-то, справедливо и очевидно. Поэтому переходим в Construction Script и делаем SetTime. То есть, что-то у нас поменял какой-то параметр, сразу этот Construction Script у нас вызывается, и дальше мы должны его сформировать, этот Time. Помним, что Time у нас количество секунд, вот нуля, да, которое прошло. поэтому умножаем здесь на время, на значение 86400. Почему именно это число? Потому что именно вот это число это количество секунд, которое содержится в одних сутках. То есть, в одних сутках 86400 секунд. То же самое у нас с часами, только тут, конечно, уже другое значение, 3600. То есть, у нас в одном части части 3600 секунд. В минуте, соответственно, мы умножаем на 60. Это мы сами получаем тоже в переводе минуты в секунды. Ну и секунды это просто секунды, так сказать, да. То есть, дальше начинаем прибавлять. Добавим еще пины. Вот. И последние секунды мы сами тоже прибавляем. Вот. И сумму записываем уже вот сюда. Вот таким образом. В принципе, можно попытаться что-то протестировать. Давайте мы на eventTick будем просто выводить переменную time. Поставим нолик. Вот. Ну, собственно, смотрим. Давайте. Насчет нас такое время сейчас. Вот у нас это время сейчас такое. Видимо, она начинает расти. Собственно, все там посчиталось. Все прекрасно работает. Вот. Если, например, я поставлю скорость, например, 100. То есть, 100 раз быстрее реального времени. У нас с вами будет тогда вот таким вот образом, видите, работать. То есть, у нас... Это у нас так текут секунды в внутриигровом времени. В принципе, пока что на этом все. То есть, мы с вами в этом уроке уже сделали механизм изменения времени. То есть, у нас с вами уже время меняется. Причем, частота изменения зависит от скорости изменения времени. То есть, этот таймер у нас... Мы функцию тоже с вами создали. Также мы с вами здесь создали различные настроечные переменные, которые с вами... У нас сможет Level Designer настраивать на сцене. Вот. Все это здесь у нас используется. Да. То есть, можно все тут еще аккуратненько выровнять. Вот так вот. Примерно. Вот. И, собственно, у нас все готово для того, чтобы теперь еще создавать функции для получения информации о времени. Пока что с вами, да, есть какие-то переменные Day, Hour, Minutes, Second. Но это все такое себе. Мы с вами создадим более удобные функции, которые нам также будут очень полезны в каких-нибудь других проектах, которые используют данный Actor. На этом пока все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok